Ситуация продолжает усложняться. Кризис действительно охватил всю планету. Даже богатая Америка корчится в муках. Объединенная Европа на глазах рассыпается. Но когда наши заявляют, что у нас будет все в порядке, то периферийный капитализм, который у нас построен, не может быть сильнее и мощнее богатой Америки и довольно зажиточной Европейскому Союзу. Нам надо принимать экстренные меры. Здесь есть две стратегии. Одна – снова сидеть на этой подушке безопасности и отдавать деньги олигархе, как это было ранее. Или вкладывать в граждан развитие своей страны и базового производства. У нас есть еще реальные резервы. Это 550 миллиардов долларов золотовалютных резервов, плюс 10 триллионов рублей 8 фонд благосостояния и два профицита бюджета. Но еще есть огромные ресурсы в банках и на счетах предприятий. Вот если мы вложим человека и в развитие производства, тогда мы вылезем из кризиса окрепно. Поэтому надо первое, что мы предлагаем – максимально помочь гражданам страны, которые попались в трудное положение. У нас 53 миллиона граждан имеют доход меньше 19 тысяч, а 30 миллионов меньше 14. Нам надо все сделать для того, чтобы их поддержать. Мы предлагаем примерно две минимальные зарплаты – 25 тысяч. Должны получить все гарардные, кто попал в это положение. В противном случае они не смогут ни прокормить, ни лечить себя, ни покупать то, что необходимо. И, следовательно, не будет развиваться и производство. Второе. Нам надо помочь прежде всего тем, кому очень тяжело. А тяжело детям войны в деревне 7-9 тысяч, в городе 12-14. Не хватает ни на еду, ни на лекарства. Здесь надо не только их поддержать, готов закон, но и максимально облегчить, учить всех работающих. Для этого надо отрегулировать цены на энергоресурсы и жилищно-коммунальные тарифы. Кстати, надо заморозить эти цены и все сделать для того, чтобы они дальше не росли. Для нас принципиально важно помочь малому и среднему бизнесу. Он находится в трудном положении. Те, кто жил с оборота, сегодня не имеют средств и стали увольнять половину предприятий малого и среднего бизнеса вместо того, чтобы выполнять поручения президента, выгоняют своих работников. А четверть уже говорят о том, что они разорились. Здесь нужна конкретная помощь, а не отдельные припарки. И это наше предложение. Исключительно важно, чтобы мы имели свое продовольствие. Для этого была подготовлена нами программа устойчивого развития села. Под нее есть все необходимое. Даже есть уникальный опыт народных предприятий. Наши народные предприятия не берут ни копейки у государства, но имеют самую высокую зарплату. Великолепного качества производят продукцию, будь то мясного профиля, звениховский мясокомбинат в Мариэл, или совхоз имени Ленина здесь, в Подмосковье. Этот опыт можно обобщить, надо их поддержать. А вокруг них опять ходят стеревятники, в том числе и в погонах, вместо того, чтобы помогать этим предприятиям. Для нас принципиально важно сохранить базовые производства. А это требует национализации, прежде всего стратегической отрасли, и минеральной сырьевой базы. Мы без этого не в состоянии будем сохранить свою экономику и суверенитет. Для этого мы и предложили закон о национализации. Во всех ведущих странах такие законы есть. У нас Единая Россия отказалась принимать. Он должен был принят немедленно, потому что как только подешевеют акции, а сейчас они проваливают в цене, стеревятники, которые с иностранным паспортом уже разорили полстраны, ходят, чтобы скупить и добить последнюю промышленность. Тогда ни о каком суверенитете и независимости не будет и речи. Для нас принципиально важно поддержать стройки. Стройки забирают примерно треть металла, очень много плитки, кирпича, цемента. Они запускают производство тысячи предприятий. Те, кто сейчас разгоняет со строек людей, допускают не просто ошибку, а преступление. Потому что как только остановятся стройки, на них еще работает 8-10 тысяч гастарбайтеров со всего света. В противном случае эти люди, не имея денег и работы, завтра втрое поднимут нам уличную и бытовую преступность. Мы должны здесь очень грамотно и профессионально обойтись. Очень важно укрепить кооперацию, прежде всего, с братской Белоруссией. А для этого есть обращение наших друзей коммунистов Китая, которые обратились ко всем партиям, сохранить кооперацию, нарастить возможности наши. Такие возможности у нас есть. Тем более мы с Компартией Китая недавно подписали меморандум о взаимодействии на ближайшие годы. А Китай предлагает программу развития в целом человечества на справедливой основе, и эта программа должна тоже реализовываться. Для нас принципиально важно иметь образованное и грамотное население. Сейчас видно, до какой дебилизации доводит нашу молодежь ЕГЭ, которая выжигает мозги и не дает возможность гармонично развиваться личности. Мы предложили в этом году не сдавать ЕГЭ на этом фоне кризиса, нервного стресса, еще раз организовывать такую же ситуацию. Для детей это преступление. Надо оценить и дать им аттестаты по трем последним годам, плюс участие в Олимпиадах и во внеклассной работе. Говорят, невозможно двинуть ЕГЭ, почему-то можно и отставить Олимпиаду, перенести на следующий год. И даже проповеди на кануне праздника уже читаются по интернету и заочно. Мы считаем, что решение по ЕГЭ должно быть принято обязательно. Для нас принципиально важна иная информационная политика. Русофобы, антисоветчики совсем озверели. Посмотрите, какие идут в фильме, какая мерзость показывается. Даже на день космонавтики умудрились показывать совместный фильм по Первому каналу «Россия, Америка и Англия». Вы посмотрите его. Это не фильм, это, в принципе, унижение нашей науки и страны. Страна, которая победила фашизм. Фашисты уничтожили 27 миллионов лучших сынов и дочерей нашей державы. Страна сумела подняться, сумела создать ракетно-ядерный паритет, сумела восстановить города и селения, сумела создать лучшую систему образования и науки. Система, которая дала нам прогресс и позволила первым прорваться в космос. Вместо этого мы смотрим то, что выгодно нашим так называемым партнерам, а на самом деле это унижение нашей науки и великого космоса. В целом, эта программа хорошо подготовлена, продумана. Она предложена всей стране. Я основные позиции обсудил со всеми региональными партийными организациями. Мы сегодня завершили собеседование, большой партийный совет. Все 85 обкомов, рисковых, крайкомов участвовали в этом. Вместе с нашими друзьями, движением, женским движением, комсомольцами, молодежью, военно-патриотическими силами. Мы готовимся 20 числа провести торжественное собрание, посвященное юбилею 150-летию со дня рождения Ленина и 75-й годовщине нашей победы. Это будет интернет-собрание, в котором примут участие тысячи наших друзей, товарищей и соратников. Поэтому я приглашаю всех на это праздничное мероприятие. А так хочу поздравить с наступающими праздниками, пожелать всем мужеством и достоинством. В трудные времена мы всегда сплачивались. Компартия показала, что она в состоянии вытаскивать распавшуюся империю после мировой войны, в состоянии одолеть фашизм и в состоянии первой прорваться в космос. Я уверен, что победим и коронавирус, и кризис. Для этого нужна сплоченность, сильная и авторитетная команда и реализация нашей программы. Всем успехов! До новой встречи!